Игры. Пожалуй, именно игры являются одним из самых популярных направлений по созданию контента на ютубе, деля ветвь первенства, разве что с бьюти-блогами и котиками. Но мы ведь с вами слишком мужественные для котиков и совершенно не умеем пользоваться косметикой, чтобы еще и снимать видео про это. Поэтому игры. И если тебе интересно это направление и ты хочешь, чтобы тебя смотрели, то сегодня, опираясь на свой опыт и знания, поддержку своих зрителей и проекта Либер Ами, я расскажу о том, как и о чем снимать, чтобы найти свою аудиторию. Привет всем, меня зовут Ивойс Ребус и несмотря на этот ролик, мой канал посвящен просто играм. Самое главное, что я понял, начиная выкладывать ролики на ютуб, это то, что достаточно обидно просто их выкладывать. Я снимал, я монтировал, я вкладывал душу, а просмотров всего 10 и 9 из них мои. Признаюсь, на ютуб меня завела жажда новых впечатлений, ведь в определенный момент просто играть мне слишком надоело, хотя игры нравятся не перестали. И в следующий раз, садясь за игру, я решил не просто поиграть, а сделать так называемый летсплей, то есть играть и комментировать происходящее. А сегодня мы будем проходить квест, где же ты, брата? Но залив ролик на ютуб, как сейчас помню, это была игра Dying Light, и увидев полное безразличие к нему со стороны зрителей, я понял, что просто играть и просто записывать недостаточно. Нужно нечто большее. Поисками этого нечто большего я занимаюсь до сих пор. Перед тем, как начать рассказывать о столпах успеха и вариантах игрового контента, я хочу посоветовать всем начинающим ютуберам и не только проект Liberami.ru, который в игровом и соревновательном формате поможет освоить вам навыки, которыми должен обладать каждый блогер. И не важно, будете ли вы впоследствии снимать про игры или про косметику. Серьезно подойдя к проекту, вы не только получите профессиональные навыки, но и возможно выиграете айфончик последней модели. Ссылочка на проект в описании. Итак, если вы действительно решили делать видео, что ж, для начала поймите, что успех вашего начинания стоит на трех основных столпах. Это тематика видео, это формат и это продвижение. Под тематикой я подразумеваю общее направление ваших видео. Пусть это будут игры, влоги, путешествия или даже косметика. Канал может быть посвящен личности и его жизни, например дневник хача, или какому-то направлению, например танцам или рэпу. Знаменитые блогеры часто привязывают контент к себе, как к тематике. И вы уже смотрите не просто игровой канал или видео по играм, вы смотрите Ивангая. Вне зависимости от того, что он делает. Более популярная тематика потенциально позволит охватить большую аудиторию. Но например снимая видео о скалопендрах, вы вряд ли достигнете всемирной известности. Хотя знал я один такой канал, как-то часов на пять залип на просмотр видосов об этих жутких тварях. И знаете что? У него была достаточно большая и постоянная аудитория для такой тематики. Например, мой канал посвящен в целом играм, что является широкой тематикой и позволяет привлечь людей. Но сконцентрирован в основном на ведьмаке, что позволяет удержать фанатов этой игры. Если бы я снимал каждое новое видео о новой игре, я бы возможно и получил более широкий охват зрителей. Но вот удержать их одним роликом было бы гораздо сложнее. Хотя во многом это зависит и от формата нашего видео. Под форматом, вторым столпом, я подразумеваю более глубокое погружение в тематику и непосредственно то, как вы будете делать и подавать ваш ролик зрителям. Для примера, сейчас в сети есть два популярных канала, которые занимаются интервью. Это более трэшовый формат Big Russian Boss'а и более классический формат ВДУТЯ. Оба занимаются тематикой интервью со знаменитостями и популярными людьми. Но вот их формат сильно друг от друга отличается. Не правда ли? Давайте более подробно разберемся на играх. Сами по себе ролики по играм можно разделить на три категории. Классические летсплеи, будь то атмосферные, трэшовые прохождения или даже прохождения без комментариев. Обзоры, все что угодно по игре, начиная от общих впечатлений, заканчивая билдами, гайдами и разборами концовок. И видео на основе игр. Это когда люди используют игры как площадку для съемки своих видео. Например, недавно зафорсился фильм Терминатор, который был снят на основе игры GTA V. Для каждой категории есть определенные форматы. Например, можно снимать летсплеи как PewDiePie. То есть фактически превращать прохождение любой игры в маленькое шоу, где больше внимания уделяется именно реакции и юмору автора. А из игры берутся в основном нарезки. А можно снимать как Black Sealer Ufa. Скорее погружаясь именно в игру, в ее мир, в ее атмосферу. Дополняя все это комментариями автора. Лично я больше концентрируюсь на формате обзоров. Рассказываю о возможностях и особенностях каждого элемента игры в отдельном ролике. Каждое мое видео это полностью прописанный, подготовленный, качественный текст, который раскрывает тему названия ролика. Это подобранный и подогнанный под текст срежиссированный видеоряд, взятый из игры. Это обработанный голос. Вот мой формат. Он достаточно хорошо подходит под мою выбранную тематику, но даже он не идеален и может быть улучшен. Или всегда можно уделить больше внимания продвижению. Под продвижением, как третьим столпом, я подразумеваю не только рекламу как таковую, а скорее совокупность всего, что ты сделал, чтобы твое видео посмотрело больше людей. Более широкая тематика, больше зрителей. Интересный формат, больше зрителей. Это основа. Но хорошее качество ролика, больше зрителей. Интересное название, больше зрителей. Привлекательная превьюшка, больше зрителей. Правильные теги, больше зрителей. В конце концов, реклама, больше зрителей. Да даже если вдруг у тебя на канале уже есть миллион подписчиков, это дает тебе что? Правильно, больше зрителей, которые что? Дает еще больше зрителей. Почему продвижение важно? Ты можешь делать офигенные ролики по популярной тематике и потрясающим качественным форматам. Но тебя не посмотрят, если на твой ролик никто не наткнется. Если на тебя не обратят внимание, если тебя не увидят. Я сам не раз замечал просто потрясающие ролики, которые меня трогали до глубины души. Формат и тематика которых были идеальными. Но тысяча просмотров говорила лишь о том, что об этом ролике люди просто не знают. Поэтому, если вы молодой контент-мейкер, который делает крутые ролики, не делайте ролики просто так. Уделяйте внимание их продвижению. Ведь так приятно, когда результат твоего труда видит не только тебе, но и тем, с кем ты хотел им поделиться. О том, как продвигать ролики, я сейчас говорить не буду. Это очень большая и долгая тема для разговора. Ребята с нимагии, например, ведут прям целый тренинг на эту тему под заказ. Просто погуглите и включите мозги. Это важно. Вот вам совет. Делайте то, что люди хотели бы увидеть. И это удовлетворило бы их открытые или скрытые потребности. А, и еще один момент. Хорошее продвижение может дать вам много зрителей. Но если тематика и формат убогие, то удержать их вряд ли получится. Как сказал один из толпов основателей русского ютуба, «Если вас не смотрят, значит вы делаете херовый контент». Под хреновым контентом подразумевается не только плохой, но и не интересный, не подходящий, не целевой и куча других слов с приставкой «не». Поменяйте тематику, меняйте формат, ищите свою аудиторию. Лично я специально не удаляю свои старые ролики. Зайдите ко мне на канал, перейдите во вкладку «Все видео» и пролистайте в самый низ. Посмотрите, с чего я начинал, какие этапы прошел. Я не звездный мальчик, я не ловил хайп. Я просто делал ролики. Менял форматы, подходы и в конце нашел то, что интересно и мне, и моим зрителям. Вот тут вам и пригодится помощь партнера этого видео, проекта «Либера Мир». Вступай в игру, научись тому, что поможет тебе делать хороший, качественный контент и правильно его продвигать. Выполняй задания и выиграй приз, который сделает твои ролики еще круче. Но бывает так, что ролики не смотрят. Несмотря на качество и продвижение, я забыл упомянуть об одном маленьком пигмеи, об одной маленькой темной душе и маленьком пеньке, который может нарушить все планы. Удача. Если повезет, то твои ролики, которые хуже, чем у конкурентов, будут смотреть дольше, больше и чаще. Такое тоже бывает. Несколько советов тем, кто хочет делать ролики на ютубе. Не сдавайтесь, продолжайте делать ролики. Но не тупо одно и то же в виде 100 серий прохождения какой-то игры, которую смотрят один-два человека. У меня так было, когда я начинал делать летсплей по Ведьмаку 3. Это ни к чему хорошему не приведет. Попробуйте угадать, чего хотят зрители. Мой канал фактически вырос из дерьмового, как мне кажется, ролика с моим первым недобилдом. Я понял, что людям это интересно, мне это интересно. И я просто начал делать билды. С каждым новым видео старайтесь сделать лучше, чем раньше. Поверьте, люди видят ваш труд, а чем качественнее видео, тем проще удержать тех, кто посмотрел ваш ролик. Иногда ютуб ради эксперимента показывает ваши ролики новым зрителям. Если он им нравится, то есть его смотрят до конца, его лайкают и комментируют, ютуб лучше относится к вашему каналу и сильнее продвигает ваше видео. Поэтому старайтесь делать ролики по определенному графику и не филоньте, делая их некачественными. Ну и последнее. Получайте от этого удовольствие. От самого процесса, от своих итоговых результатов. Если нравится вам, то по статистике он должен нравиться и кому-то еще. А я напоминаю, что получить поддержку в своем начинании можно в проекте Libera.me. Научись писать сценарии, снимать видео, правильно говорить, качественно монтировать и продвигать свои ролики в компании единомышленников. Заходи на сайт libera.me.ru, участвуй в игре и заодно выигрывай крутые призы. А на этом все. Если это видео было вам полезным, то стоит написать об этом в комментариях и поставить ему лайк. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике уже очень скоро. А на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok